Объясню, чтобы вы понимали, социальная квартира в Германии, даже в Берлине, в Восточном, это полноценная двухкомнатная квартира с отдельным, ну как бы объяснить, я не знаю, вот реально, ну приблизительно вот такая вот комната, только таких две. Вот, потом еще... Там пособие 50 евро, по-моему. Да какой, там они даже хитрят тоже. Те, кто, допустим, немцы прошаренные, они ходят на какие-то нелегальные сами подработки, то есть, ну допустим, нянечками сидят или кем-то еще женщины, да, там мужики на стройках подрабатывают, плюс пособие получают. Но пособие у них сколько? 700-800 евро выходит в месяц. Но, я как вспомню вот эту хрень, блин, они просто когда пособие получают, они начинают синюю пулю закидывать. И я помню, я просыпался в 3 часа ночи, от того, что играет не Рамштайн, а какой-то непонятный рок, вообще стены просто трясутся, к ним приезжает полиция, говорит, что типа, пожалуйста, сделайте типа потише, они да-да-да, на 5 минут сделали потише и возвращаются. Чувак какой-то жил у нас на этаже неадекват, хранил вот, короче, как объяснить. Собирал вот старый монитор вот эти. У него, короче, он то ли завтыкал закрыть дверь, короче, вытащили один монитор. Ну, у него их там куча валяется, они никому нахрен не нужны, но он их собирал. Это для него очень важно. И он потом привез в полицию, говорит, тут такое произошло, пиздец вообще полный, короче. Вот, но как бы не об этом. Действительно, как бы я просто объездил, ну, если так взять, Америка, ну, то есть самая первая поездка, да, то есть, в принципе, как студент, да, там, допустим, был. Вот, потом уже в дальнейшем, то есть, после того, как, ну, я действительно получил уже в 2012 году потом отказ первый по J1, ну, то есть по Work and Travel, потому что там работодатель что-то начудил, так скажем, я, ну, задумался просто, а что еще можно, как бы, делать, ну, да, там, то есть, куда поехать, там, в Европу попробовать. И потом потихоньку, как бы, начал рассматривать разные варианты, то есть, и официально, неофициально, то есть, был готов даже на такое, лишь бы просто лето провести где-то за рубежом, просто посмотреть, даже близлежащие, то есть, я не замахивался там на Францию или на Германию, потому что я понимаю, что я даже язык, как бы, элементарно не пойму, да, там, допустим, потому что, вот, у меня есть английский там, помню, вот, и потом, получается, вот, начались поездки, потом, следующая была Чехия, в основном, как бы, восточная Чехия тоже, мне, допустим, помнилось, я был в городе Аламоутс, там у них было, ну, не знаю, мы не скачали фотографии там, допустим, я ходил на выставку «Достояние королевской семьи», там, короче, фоток у меня в ВК, я не помню, 100 фотографий, это только всяких, короче, колоночек, золотая, репродукция золотой кареты, ну, куча всего, костелы красивые, все, как бы, с чехами пообщались, они, тем более, русские понимают, то есть, допустим, если в Польше, там, чем удобно, ты можешь, ну, как бы, даже на новую нашу, у Крустова, да, как бы, тебя поймут, в принципе, в Чехии, там они больше понимают даже русский, то есть, им так проще, вот, и честь, вот, вот эта вся восточная часть, Словакия, Чехия, Польша, как бы, с ними, в принципе, найти общий язык проще, ну, как бы, мы с ними ограничим, мы для них, как бы, ну, не составляем, то есть, какой-то опасности или чего-то еще, вот, в принципе, вот почему я, допустим, занялся больше даже вот в Польше, потому что поляки для нас сделали упрощенный пакет документов, ну, в плане получения даже рабочей визы, вот сейчас, да, там наступает безвиз, вот, но Польша и до этого, как бы, нормально обрабатывала, то есть, ну, вот, они отказались в этом году, вот, как, ну, допустим, Литва, Латвия, они отказались, они, типа, пока я решу, возьмут этих, короче, беженцев к себе, но только для того, чтобы получить бабки в Еврофонд, вот, а поляки сказали, короче, гуляйте лесом, и лучше возьмем, как бы, на работу к себе нормальных, так скажем, собратьев, как бы, для них, да, то есть, украинцев, они будут работать, получать нормальную ЗП, да, то есть, мы им сделаем все условия, то есть, для жизни, потому что сейчас уже, как бы, на момент, у нас 17-й год, вот, с момента 12-го года приблизительно только полмиллиона украинцев за все это время получили карты к обыду, то есть, ну, это виды на место жительства, то есть, вот такие вот штуки, ну, это я в Латвии был, получил вид на место жительства там был, ну, работал, получается, тоже, вот, и момент состоит в том, что полмиллиона только получила в Варшаве их, то есть, они остались там, кто студент, у меня друзья некоторые поздно, что она дает, эта штука, вид на место жительства, в принципе, да, то есть, она дается на разных основаниях, то бишь, когда ты уже едешь, ну, грубо говоря, вот, виза закончилась, да, то есть, работодатель тебя подкрепил к себе, вот, здесь указано, нет, допустим, на образе, вид на жительство по работе дают, там, что надо прожить определенное количество... Нет, смотри, я просто объясню, в чем, как бы, момент. А есть, ну, я так нарисую, просто, сейчас, чтобы было проще, вот, есть там, это называется, как-то помню, то есть, ну, это мы углубимся чуть-чуть, то есть, есть основания для ее получения, да, там, допустим, конечно, то есть, это может быть работа, это может быть учеба, это могут быть просто инвестиции, то есть, ну, либо же открытие бизнеса, да, то есть, кстати, очень... А это недвижимость, что же? Так там, вообще, вложить денег на данный момент, ну, я понимаю, ну, это для тех, кто, допустим, состоятельно, да, там едет, и он хочет, ну, это как вот русские приезжают в Латвию, покупают в Юрмале дом, я, вот, честно, сам был, допустим, в Юрмале, меня не впечатлило, я так, все же привыкли смотреть, новая волна, красота. Я туда приехал, и, короче, вот, те же, как у нас под Харьковом, да, там, 15 соток, короче, русский приехал, на русских номерах ковыряется, копать, потому что нахер кто-то неделю когда покупал, что просто получить вид на место жительства, то есть, ради этого, то есть. Многие наши, ну, как бы, едут, ну, кто поученый, допустим, едет учиться, да, там, допустим, это тоже в дальнейшем собираюсь развивать, потому что образование отличается, оно более практично, и оно направлено больше, как бы, на практику. Они отправляют потом в ту же, вот, я знаю, у меня знакомые ребята, там, в Португалию, допустим, на практику уезжали. То есть, если, ну, то есть, есть разные варианты практики. По работе получают на основании чего, так скажем, то есть, что это даёт. Виза, то есть, изначально, выдаётся на полгода. Польская рабочая, то есть, я сейчас даже достану. Вот, она выдаётся на полгода. Вот, допустим, человек отработал полгода, но работодатель в нём дальнейшем нуждается, он видит, как бы, в нём, да, там, перспективу. Ну, он идёт, он вот такой, как бы, да, ну, это, ну, он идёт виза Польска, да, то есть, оказывается, 180 дней, да, там, цель выданя 05, вот. И получается, он видит, что он нуждается в этом человеке, потому что он в дальнейшем, ну, планирует его оставить ещё на год работы. То есть, смысл ему, ну, как бы, с точки зрения рациональности, брать нового человека, если он, допустим, может оставить опытного, там, на год, на планах, потому что карта полгода выдаётся, но есть часовой год, ну, то есть временно, а есть сталого, то есть, ну, вот, и он может, как бы, его от года до трёх оставить, а может, вот, после того, как оставил, допустим, на три года оставить ещё, говоря, на лице, ну, то есть, чем не перспектива, в принципе, ну, то есть, страна, надо, там, допустим, поехал, ну, говоря, сюда, отдохнуть. У меня, друзья, многие даже, один он занимался этими, короче, народными танцами, поехал в Польшу, в Польшу полгода отпахал, открыл танцевальную студию в Варшаве по народным, там, украинским танцам, по модерну, позабирал знакомых, вот, кого я знаю, девочек, чтобы они были преподавать, на основании этого, то есть, на основании бизнеса, он уже, этот. Здравствуйте, а мы по-воду работы. Заходите, садитесь. Да, да, да. Это семинар по поводу Польши. Да. Да, и Саша, ну, в принципе, мы уже ушли по этому. Вот. И получается, что он, ну, как бы, открыл студию, да, то есть, ему, в принципе, нормально. Он один раз прилетел, я помню, за полтора года, вышел в Киевское на аэропорту, всё это увидел и сказал, что я две недели тут побуду, говорит, с родителем, всё, я возвращаюсь обратно, но он уже не чувствует себя, то есть, комфортно тут, вот, то есть, из-за этого... Просто там контакт, понимаешь, разрешён. Вот, понятно. В смысле, контакт, 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 в смысле, контакт нам пользуются. Это разрешён, да, как бы, цель поездки, я хочу посидеть в ВК. Нет, реально, ну, такое тоже. То есть, в принципе, во-первых, круг общения расширяется, рынок растёт постоянно, то есть, там же, что это вот, то, что дают сейчас очень многие аналитику на недвижимость, и на это вот, и на следующее вот, что, допустим, по строительству, ещё нужно минимум насчитали 2 миллиона 750 тысяч квартир, нужно ещё, короче, достроить на момент, ну, 18-го года. Вот, то есть, это на момент 2018-го года им нужно достроить, потом им нужно настроить ЖД, чтобы, ну, как бы, катались они, то есть, всё делают для коммуникации. Если вы сейчас даже зайдёте, посмотрите официальный курс злотого, ну, то есть, польская национальная валюта, на сегодняшний день 1 злотый – это 7 гривен, то есть, а скоро он дорастёт до 8, а у нас в 2009-м, 2010-м году был курс доллара 8. Ну, то есть, уже всё, ну, то есть, всё идёт, если в тот, ну, как бы, видно прогресс, как бы, ну, страна показывает то, что она действительно делает, то есть, и мы, соответственно, то есть, я, допустим, стараюсь, чтобы, если люди выезжали, они выезжали на нормальную работу, да, там, допустим, то есть, официальными контрактами, всё, вот, чтобы он, там, допустим, нам нужно, вот, если студент, да, там, допустим, студент не может, да, там, уехать полностью на полгода, вот, то есть, мы тогда подыскиваем какие-то сезонные работы, то есть, или разговариваем с работодателями, то есть, кто может взять, там, допустим, на 3 месяца, ну, или же хитрим, там, вот, есть предприятие, ты можешь, там, поработать 3 месяца, а потом спокойно уехать, всё равно деньги идут на банковскую карточку. банки ну то есть группы банков так скажем с которыми работает украина вот допустим это юник редитову джин пиру вот это красиво карсоцбанк все то же самое есть там надо он есть кредо банка да я банк это кстати польские банки пришел там карточку открыл ты на нее там получаешь зарплату то есть переводы все что угодно и во первых плане языка все намного проще то есть я бы сказал не как турецкий на то есть мясо это место не знаю там курка так и есть курка то есть все в принципе довольно понятно доступно на 80 процентов а по турецки знаете как тарелка табак остановка дурак есть отличие поэтому тут еще возрастной диапазон в принципе не играет роль это у нас они принимают а сейчас реформу то есть у них реально даже у бабушки в 70 лет им бывает в кайф как поработать то есть реально даже возрастного настроек как таковых нет ну то есть ну хорошо берут там в среднем работодателя до 55 лет ну то есть если так вот не знаю что еще рассказать спектр работ я не знаю можно листать это первая фотография сейчас скажу это хостел автозавода валио то есть получается как вся в принципе западная европа увидела в польше довольно интересную перспективу то есть плане чего они дочерние предприятия там открывают те же концерна вольтсваген бмв там я не знаю там ситроен киа то есть все все-все-все данного с тех кто да ну да все клубники они просто открывают там дочерки то есть те же все расположение ставят там и получается мы приезжаем туда работать просто за счет чего это происходит потому что не но у их допустим вот эти отдельные моменты законодательства язык то есть но допустим поехать официально германию работы то есть пока рассмотрит этого человека то есть но это вот такая голова должна быть у человека на плечах то есть весь этот геймороз развести то есть все сделали проще то есть туда проинвестировали деньги со стороны европы то есть они действительно работают люди работают зарабатываю деньги то есть работодатели обеспечивать живем допустим комнатами на 24 человека допустим предоставляют все возможные условия где там попаться но это вот один из хост вот бог бог смотри да да вот в бок это я решила с фотографии таких конкретных показать но тут надо объяснять но это вот фабрика была вали его сейчас ну просто приблизительно вот такие вот среднем но это средние так скажем условия то есть практически по всей польши то есть наши многие даже инвестируют во что сейчас у кого допустим есть деньги потому что нашей стране инвестиция что-либо даже в открытие хостел это что-то нереально ну то есть плане того что куча проверок уча все многие даже вот западная не просто как делают они действительно просто открывать хостел и там с ним приезжает же сама компания договариваться о том что будут жить украинцы все они уже сидят на магните хорошие ну то есть как бы в этом плане то есть я не знаю как объяснить люди кооперируются для открытия предприятия нужно полторы тысячи долларов то есть там основной фонд но это в дальнейшем я имею то есть много говоря вы там поехали с друзьями вы знаете что вы сюда не хотите возвращаться да то есть вы отработали какой-то период открыли бизнес поняли как работает польский рынок то есть где ваша клиентура то есть целевая аудитория все вы начинаете работать потихоньку 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 вы выходите на нормальную о чем говорить если машины даже самая актуальная тема да то есть самая простая и сам актуальная разница в стоимости машин раз то есть я понимаю что жилье дорогое да но ты-то можешь взять тебе не надо брать ипотеку и потом ждать допустим я не знаю кредитор этих коллектор по двери потому что не тебе вынесут но кем можно работать там ну то есть берут углубля вот разно рабочих датам сборщиков допустим самое элементарно не рыбзаводы и мясозаводы я с ними стараюсь наработать потому что мне кажется действительно это выдержит потому что есть определенные даже температурные условия мы стараемся как допустим вот если есть специалист вот по мясу на грубая он специалист по для ливане по заморозке то есть именно технолог тогда этого человека можно интересно его отправить почему потому что он тогда остается доволен с точки зрения во-первых зарплаты с точки зрения отношения к нему и в третьих с точки зрения того что он просто стоит ситуация как бы на аппарате ну то есть вот как числовое программное управление чпушники он стоит как бы он классик только это его ну как бы основная задача то есть здесь идет спектр вот такой вот начиная от разно рабочего везде да там то есть много поряд сортировки фруктов овощей я не знаю заканчивая тем что берут специалиста там сейчас кстати он здесь появились вакансии кишников но там спрашивают вообще кем-то как бы работал я стараюсь допустим в первую очередь да там когда мы начинаем с клиентом работать то есть долг мы даже долги со 100 разного общаться то есть понятно где он был не был допустим что он умеет делать то есть на что он что мне делать акцент то есть бывают такие которые до там строительства хорошо ли что построить то есть я объясняю весь спектр что может быть постройки но кроме этого я еще объясняю кучу дополнительных моментов допустим по строительству это то что есть юридически документы гарантии ну то есть у нас да там есть это только недавно пришло тех надзор сейчас у них постоянно везде тех надзор и гарантия это юридически вот такой документ составляется то есть на то что выполнены какие-то работы то есть приходится замеряется требует как бы вас одевают в каске потому что потому что вам же штрафа ли это то есть к этому всему приучают ко всем технологиям то есть ну как бы культуре будет людей да там допустим даже те же сварщики когда отправляются мы им предлагаем что можно потом сделать немецкий сертификат сварки то есть он уже сертифицированный тогда специалист допустим звонить сертификат вот и он уже получается ну сам для себя делает карьерный рост ну то есть он уже показывает эту бумажку да там не бумажку даже пластиковый сертификат уже а там можно вообще карьерный рост сделать если ты едешь просто как бы без особых навыков я думаю что возможно это больше зависит от предприятия почему потому что даже до сих пор я сейчас отправляю ребят первых там всего нужно 20 человек которые будут ездить по польше и в дальнейшем по евросоюзу то есть командироваться строительные леса то есть просто сейчас вот первые у меня два человека поедут в начале июня это не монтирует леса дали так ну просто вот мне за же забрали все а как вы пробовал собирать ну я просто особенно когда нормально тяжелого ничего не поляки допустим они сейчас допустим я сегодня созвание с менеджером они трясутся то есть из-за чего не только из-за документального оформления из-за того что ты приедешь тебе нужно провести инструктаж то есть да то есть по всему этих людей а конструкция новая и чтобы ты потом показал то есть как это делать но то есть как это делается то есть от себя же тоже как бы требует поэтому человек должен ехать мы по большому счету осознанно что от него будут что-то требовать как бы не будет такого как я не раз опёрся на строительные леса и спас нову короче 1 на море где-то повисел в воздухе то есть они должны быть буду же шкале отшим затянуты были сеткой все же они были допустим на войне и то есть за счет того что строительная это один это одна только сфера на там допустим которого так крутится развивается если представить но он зайдите сын половина продукции польской ближе тема яблочки все есть начиная от яблок и заканчивается мясо то есть пожалуйста все оттуда то есть кто тогда допустим ну тот кто действительно разбирается вот в мясе да там ему покайфует а пожалуйста куча мясокомбинатор которые предлагают условия лишь бы человек работал потому что нового мясокомбинатор такие странные но так сказать комбинат комбинату рост то есть есть нормально то есть у меня ездили ребята на один день там допустим пашу люди ходим на расслабоне но за эти все равно получаем по часу то есть средняя зарплата допустим разно рабочего идет от 8 до 10 злотых в час но это с учетом того что в польше в этом году официальная минималка поднялась до 2000 злотых групп то сейчас скажу это 1660 злотых на это умножаем на 7 получаем в районе 10 тысяч то есть это только официальная минималка с учетом того что работодатель предоставляет жилье да там допустим это может быть снятый им посту да не предоставляет и ты за него плачешь потом отдельно вычитает или на халяву есть и странно потому что работодатели тоже разные то есть понятное дело что если это огромный концерн ему выгодно снимать допустим вот такие вот хостел он тогда идет бесплатно когда допустим небольшой завода небольшая компания вот у меня у ребят если где вычитают за живем 50 это 350 гривен то есть просто за то что ровно как бы это 2 роста у нас ранее будет дороже допустим есть моменты такие когда уже допустим заселены все хостелы близлежащие до снимают дом если дом уже то есть ну там допустим менеджера представители договариваться у меня максимум что было 200 злотых высчитывают за одну то есть это более полторы тысячи гривен за дом ну то есть с человека в доме то есть у которого сейчас чтоб не брать сейчас я найду эту фотографию пацаны лет у нас 200 злотых рассчитывают знаете зашел у них оказывается есть джакузи еще то есть у них действительно как бы есть джакузи это пунтска это больше там где проколка мята милиса клубника сейчас а вот вот это джакузи вот это джакузи из-за которого то снегарились нас вычитают жилье я решу вас там пришли но я просто всех прошу решите фотки покажите ну то есть дом не просто ну это хостел допустим да идет тут видно этого пацана так это островецки но вообще польша скажи богдан это как бы больше поехать заработать денег или все таки поехать по путешествовать или и то и другое как вот просто ну тут назову человек каждый же свое что-то ищет каждый еще действительно что-то свою но здесь скажем так поляки берут среднем если виза даже открыта на полгода не берут от трех месяцев есть предприятие которые прекрасно понимают что допустим у них тяжелый труд и они каждый месяц заключаются с человеком контракт ну то есть это у нового братья 3 часовой то есть и каждый месяц просто вызывает в офис допустим ты отработал месяц получил зарплатную ведомость получил деньги на карточку ты пришел в офис подписал на второй месяц допустим что ты работаешь ну то есть они этим и для себя для человека гарантируют что они так продолжают работать если человек как отработал три месяца они к нему подходят спрашиваю что ты хочешь карта побыту да там допустим то что показывают нет нет объясню сейчас карта поляка это по этнической части то есть если грубо говоря там вот ваша девушка мама бабушка прабабушка дедушка у вас есть официальные документы поля были поляками там да вот вы сдаете здесь ну допустим поскольку прописано здесь больше хайкове вы сдаете здесь экзамен то есть но доказываете что вы можете получить карту поляка ну то есть вы получаете на постоянной основе все но вам все равно потом нужно делать визу для работы но все равно как бы вы приезжаете к вам относится но я не знаю как в израиле три патрианты из тех кто допустим вернулись в израиле из-за того что их когда-то там депортировали или что-то еще вот то есть но это не нужно немножко не только артопопыту то есть это работа учебы инвестиции допустим то есть основание для чего удается в принципе все лояльно но единственный процесс конечно затянуть но это такое можно предложить воеводское приглашение то есть воевода это как у нас губернатор то есть получается работодатель дает запрос к губернатору что вот не нужно чтобы человек остался по визе как бы еще на вот отвода точнее до 3 и получается воевода рассматривает положительное решение то есть тоже выписывается бумажка что так и так да там то есть пан или пани такая-то остается с такого-то по такой-то период еще имеет право работать но сколько людей от уезжает сколько остается там в принципе 100 человек ну сколько как просто провести эту статистику просто все зависит еще от предприятия допустим в олео они сразу делают карту поводу то есть ну карта поводу это выборе переход уже в миграционный режим ну то есть вы когда проезжаете границу вы показываете загран паспорт пластиковую карточку все то есть никаких вопросов никаких уже печати в паспорту с ваш паспорт не замучен печати не души вы въезжали выезжали а просто в базу электронную носятся здесь же ну как бы ваши отпечатки хранятся все вас информация есть воеводская виза это как бы следующий момент то есть это уже виза на дату сначала полгода потом год то есть можно так можно так каждому по-своему выбирать то что касается допустим рубля вы могли полгода отработать с работодателя нормально потом вы получили воеводская дату из получили визу на год еще приехали к нему работать и начинается какие-то коннити то пожалуйста ну как бы можно уехать домой можно сказать что я от вас увольняюсь да там но не подавайте там допустим на аннулирование приглашение и катайте себе по его залить и куда-то посмотрите то есть потому что даже пользу с этой полугодовой визы вы в принципе имеете право находиться точно так же как сейчас по безвизу 90 дней в любой стране то есть вы просто заряжаете но у вас по факту то есть но вы не имеете права работать на наших понятное дело есть наши имеют право но наше полное право любые концы лишь бы действительно работает там допустим в чехии где-то там подпойно но это как бы это может закончиться блачевно нет нет это если допустим если нормальный действительно работодатель у него есть подгаска миграционной службы с чужином в чехии это чужинская полиция то есть там заранее допустим предупреждают чехия не будем скрывать вот и из-за этого они получается как бы да там предупреждают что вот те кто устроен неофициально там мы берем бусик вывозим вас какая-то база отдыха близлежащая в этом попейте пиво день покупаетесь посмотрите природу позагорайте а потом типа мы вас бусиком заберем а все то есть бывает такой но стандартно стандартно то есть я этого не советую потому что на собственном шкуре испытала тоже но покатался и получилось так что у меня под новую воду так как пальца двери на 250 евро на дорогу и этим закончилась моя полуофициальная как бы такая поездка поэтому я не советую как бы рисковать или же вот допустим но заманчивают слащавых вакансий то есть если покопаться да там допустим что предоставляем работу где-то в голландии что-то еще то есть тут первоначально нужно задуматься над тем что а как вообще голландскую рабочую визу получить потому что даже профессионалы ну то есть не нет состояния этого сделать так как получается не берут на работу то есть тут очень много вопросов на которые нужно ответить и я допустим считаю моё личное мнение что больше хороша чем во первых близко первая страна чтобы кататься даже если она до конца вам не понравилось вы можете поработать заработать денег спокойно вернуться в любой точке польши там киев харьков во львовке не знаю попробовали да не понравится то можно другую страну потом открыть или же уже допустим года отработать и уже смотреть как строить карьеру там может вы с поляками какими-то познакомитесь вместе кто и с поляками познакомился как-то не дальше начинал или с поляками просто мне кажется более правильно с поляками знакомятся чем с поляками поэтому ну вот хорошо вот это у нас плонис получается это дом где живут ребята или что это сейчас объясню это получается одна из вакансий где ребята живут получается начиная от прополки мята мелиса клубника если не ошибаюсь вот заканчивая тем что они пропалывают потом садят собирают как бы полностью из процесс но это для тех кто любит сельхоз так скажем вот и нет где-то надо зайти но этого у них внутри дома а да это внутри дома у них так нет это другой хостел сейчас это то самое джакузи конечно эти фотки они в разборке листа листа это вот автозавод то есть чтобы вы понимали да то есть куда берут там слесарка не ну зато чисто гляньте как у нас так как заводы как если хорошо еще это связано с медициной европейский сертификат массажиста но это очень редко почему потому что объясню я понимаю все прекрасно но язык ну ты ж не будешь но я понимаю что это надо же где-то он крикнул то есть может быть и такое как бы он же потом тебе скажет что ты делаешь как бы то есть тут нужно понимать клиента тем более сравнительно от зарплаты даже массажисты обычно работников больше минимум 50 тысяч на наши но это смотря где самое обычное но я просто друзья уникла туда отработала 2 года получила карту поляка это и еще сработает массажист карту поляка или карту по быту не знаю что то это карту очень часто наш получается 57000 гривен может это потому что вы смотрите стандартная как без и пф польши средние две тысячи злотых то есть это сейчас скажу в районе сейчас в районе даже 14 тысяч если они получали 10 14 и 50 с разницей но так извини меня ты сам только что ответил на свой вопрос они провели там два года они тебе сказок не бывает только работа мечты в анимации это как бы действительно сказка в реале на чем же шимовариш у меня вдруг я что-то рассказывал открыл да там танцевальную студию да он там зарабатывает или что-то еще но он занимаетесь только заводом я сейчас объясним просто чем ну как бы чем занимаемся то есть насколько я вижу ты надо на момент смотришь вот на самую конечную цель да так скажем вот то что есть решена избрана но ребята могли допустим пройти целый путь начиная вот как ты сама решила не могли по стройкам поработать я знаю они в такой шоке были просто так само и воркен тревел друзья мои поихли туда остались как бы нагодно они вообще нелегалами там черном картале жилицы тоже такие видосы скидывал шоке так про сладости никто не говорите сам ездил по веркан тревел мне тоже сначала сказали там 10 12 часов спокойно не ну да он и сначала работал три месяца потом не было все сидит не просто general manager когда мы приехали на сразу а дальше делайте что хотите ваша задача то есть он меня отправил на кухню перед вот ваши обязанности типа ну к нам да заходил там владелец отеля показывал типа ну шоу как вот и туда-сюда но мы понимали что как-то надо отбивать все это вот то есть и 8 часов в неделю давался не на 8 в день и мы просто пошли по этим по кафешкам ну типа как наподобие пузата хаты и тому подобное то есть мы нашли себе вторую но это все просто вот как-то люди у нас в украине не что-то считают что им сразу типа да на вам пожалуйста все это не бывает такого нет нигде в мире нет в америке там все пашут как я не знаю кто чтобы заработать эти деньги ситуация следующая что в польше даже когда приезжают ну вот самый логический подумай не смотря с какой стороны заходить если ты приехал рассказать им про национальный момент не заработать ну так смотря что же с какими работодателями работы то есть я же не говорю что допустим работаю со всеми работодателями то есть у меня и спектр работодателей у которых работают мои ребята в которых я уверен что они там нормально заработают во первых останутся нормально станут в плане и темпа работы и отношения к ним потому что допустим вот этот новый концерт который просто собирают как бы собирается взять 20 ребят которые будут просто монтировать строительные леса казалось бы ну да просто так но они как бы очень обеспокоены тем что они даже стажировочную базу на твои для этого то есть чтобы они просто научились на их глазах да там то есть чтобы они понимали да нет же по страховку надо платить понятно если ты упадешь и забьешь да то есть ну вот они и стараются как бы для этого поэтому то есть прежде всего когда я отправляю да там допустим я сначала общаюсь с человеком то есть наш ну как бы что ну что его ведет допустим для поиски в польше это во-первых во-вторых что он хочет какую приблизительно работу я говорю насколько реально или нереально ребята допустим твои дам может и зарабатывать действительно 50 тысяч но они могли за два года выучить польский язык это раз во-вторых открыть контору просто свой свой пузу и сделать как бы массажный салон еще и ротически тем более позволяет на нелегалами или но я сначала легально а потом уже шабашу получать потому что я просто закончилась уже договор с работы да самое главное знаете вот уже сколько лет мы там по разным программам делаем да главное людям полностью все вот это здесь рассказали это больше потом не было вот этого момента ну значит человек типа полетел тут ему рассказали одно там вообще все другое человек а вот а-та-та-та вот это очень важно здесь абсолютно видишь если мы и вот люди часто не рассказывают начинают если ты начинаешь вот а у меня там те-то 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 да вот как Аня вот ну видите пришла да вот уже она у нас там уже три года с нами летает как бы ты начинаешь разбираться и по факту как бы ну ты-то знаешь как оно есть на самом деле человек рассказывает вообще какую-то ну вот ты сейчас говоришь там они там зарабатывают 50 тысяч сейчас мы начинаем разбираться что да они работали и так и так и так то есть как бы ну да это же надо проекта да все нет ну вот здесь как бы конструктивно нужно подходить потому что ну я не знаю как объяснить ну да у нас есть ребята которые там отучились да там скооперировались открыли ломбард потому что это выгодно с точки зрения чего то есть в ломбарде они осуществляют ну как бы по законодательству польши не имеет права обменной операции валютные проводить проводить этот телефон и все это то есть и у них хватает на то чтобы но он человек у меня купил еще три года назад я не помню bm3 спортивный пакет как бы квартиру арендует в нормальном районе то есть и спокойно как бы себя чувствует потому что он знает что с ребятами как бы ну зарабатывать нормально много примеров есть вот из той же области вот это экспресс-стрижки у нас ну то есть если заметить то в принципе ну так скажем у нас нет здесь очередей да там допустим это не забито в польше как-то люди на это проще идут да там то есть они зашли там надо как-то привести себя в порядок то есть и постоянный поток и можно за этим понаблюдать даже приехать ну там не знаю варшаву это может быть окраин просто поставить попить кофе и посмотреть как туда люди будут заходить то есть и при этом будет да там допустим какая-то выставлена адекватная цена на стрижки даже самую очередь то есть как бы все возможно просто что вообще но если так глобально взять то есть в любой сфере как бы там идет развитие именно бизнеса начиная от малого заканчивая высоким уровнем то есть если здесь даже ну как бы малый бизнес да там допустим как-то рубят постоянно у нас работает только шоколадные корни или что еще то ну как бы тебе никто не мешает там открыть что хендмейт там я не знаю или что еще то есть наоборот ты вкладываешь деньги в госуда что-то я не знаю как еще подробно платишь налоги то есть стараешься получать ну а скажи типа вот мы уже за успешные примеры слышали а бывают же стрёмные какие-то стрёмные примеры это когда человек человек как сказать вот не осознает конструктивности разговора то есть вот у меня сегодня был разговор с двумя девочками вот сюда что первый месяц он всегда как бы проверочный то есть он уходит во первых на адаптацию во вторых работодатель смотрит как ты работаешь и вот тоже у девчонок которые у меня поехали две но я тоже так скажем ступил не посмотрел то что они как бы у них так скажем больше эмоциональный фон играет чем но мы сегодня у тебя проблема счет воли 70 гривен закинул на счет дарит юль позвоните к шиштофу который по-русски понимают или позвоните менеджеру дома где софи неважно вы просто спросите как правильно разорвать контракт чтобы вы были без последствий да там если вам не нравится работа я найду другую работу я уже даже перед этим созвонился да есть склад брендовой одежды где нужно упаковывать хорошо но будет а просто даже сделайте так чтобы вы к вам нормально на вас же шпату нормально юля меня слушают подходит это наташа которая постарше я ничего не хочу слушать мы 30 забираем зарплату все то есть на этом разговор заканчивается то есть это печально потому что когда человек приезжать я понимаю что ему трудно адаптироваться то есть да там для этого мы его и заставляем как бы понять менталитет посмотреть ролики разные и положительные отрицательные там ю тубе допустим да то есть по поводу больше посмотреть как выглядят города там я не знаю ну то есть где там было острове будут это блин в общем так вот это как вот это вот это плонь как раз вот это где прополка когда женщину берут ну то есть это второй этаж такой так а вот это островец вот этот кировский там арматурный завод находится это в среднем в каждом городе ну который даже населением 100000 идет то есть там три-четыре предприятия как минимум есть рабочие плюс есть несколько торговых центров и есть магазинов как бы куча вот то есть я же почему допустим заставляю учить язык или что-то еще допустим не устраивает 8 часов да там допустим посмотрели что но нужны деньги экстра да там допустим бывает такой заняты там или что-то еще зайдите просто даже элементарно в бедронку в лидру то есть в тескану это перечисляю польской супермаркете подойдите к администрации спросите панк это там по или пони там працю якусь мая то есть это просто это даже тут все элементарно просто то есть первоначально фраз так моему там допустим клининг или выставлять который расставляет товар до супервайзер то есть и он предлагает хочешь там допустим бери четыре часа работы вот по такой там даю тебе 9 вот их став ты такой руки то есть у тебя есть одна работа берешь вторую у меня так ребята делают допустим одного лево потому что у них сейчас пошло перенасыщение людьми и как бы они людей набирают но уже меньше да там у то есть тех кто по уходили вот им дают по 8 часов что они сделали они это город их и это возле католица рядом ну то есть это как я не знаю католица если так сказать это как харьков ты к это поближе как чуглую допустим ну или там не записочек неважно они зашли просто в обычный ужон то есть мужон то так как любой департаментом отвечающий за какие-либо вопросы они нашли местный жек подошли сказали мы там у вас есть какая спорация спокойно да есть хотите хоть по 16 часов там подметайте улицу мы вам платим 10 в принципе нет если ты зарегистрирован вот на предмет если ты зарегистрирован на предприятии да там допустим ты там официально работаешь то есть подработка у тебя в этом же городе да там рядом то есть это название дружба я уже тех поймали не но если там чудить не но если чудить конечно тогда я тебе скажу так ну такой маленький анекдот мы когда в латвии вот работали сидит со мной рядом ялись тоже такое как бы что разговаривали с того украинцы приехали такой да украинцы приехали ну там круто хочешь приезжай в украину типа он так вот и там был не вообще туда приехал на меня так поймутся латвийская замедленность такой я думал вы как-то по другому посмотрел как будто не знаю как это то ли узбек я должен был быть или что еще ну хотите приезжайте ну просто даже посмотреть они но как бы никогда не задумались над этим но мы с ними столкнулись мы даже мысли как-то общий язык я даже латышский там кое-какие фразы получил тоже как бы уже спокойно и в барах сидишь как бы и пиво не пиво варно там нормально пусть вот поэтому сам обычный город населением от 100000 да то есть всякие скверики и парки то есть но как бы все есть а вот светокрышки до острове цветокрышки хорошо на работу слить там не было можно же вареновшую виза открывается на полгода но допустим ехать ты можешь на три месяца работодатели конечно хотя что рода я отработал полгода но если речь идет о том что ты там допустим не хочешь на клубнику да но ты хочешь отработать полных три месяца тогда получается нужно ехать или искать работодателя да там даже не искать а так просматривать по активности кто сейчас набирает чтобы потом ты приехал три месяца отработал то есть в конце второго месяца говоришь что ты вот месяц отрабатываешь и увольняешься то есть он даже если он звонит не спрашивает а что там допустим саша хочет уволиться или ну хочет уволиться допустим от старшего чая но это тогда надо же видишь как заранее открывать визу тебе допустим об этом надо беспокоиться уже в апреле да то есть вот то есть открыть визу а потом смотреть допустим по активности кто что есть то что предлагает потому что допустим понятное дело клубника не цветется лет то есть и допустим лично как бы у меня в желании допустим гонять тебя там с клубники на вишню с вишней на яблоки с яблок на виноград или куда-то еще то есть ну как бы такого нет то есть или садить на трактор чтобы ты там учился то есть мне проще найти какое-то предприятие которое вот как я не знаю вот этот автозавод то есть город сана это 30 километров от украинской границы туда вот катаются как раз на этом интерсити киев-перемши сейчас я не буду делать эти были баллы то есть там сейчас ну смотря как обычная активность сезон да там допустим от весна не но я захотел поехать вот сколько мне надо времени я должен например пришел к тебе сегодня через сколько я должен типа через сколько я планировать должен свой вылет или выезд в зависимости от того в как ну когда ты приходишь потому что если допустим вот я пришел к тебе завтра когда я могу улететь ну ты можешь смотри по нынешнему состоянию да то что визовый центр назначает на 17 июля только подачу документов да там допустим получается что раньше конца июля вылететь немножечко новый а еще такой вопрос типа журни подписали безвизовый как-то это влияет сейчас объясню еще безвизовый он же будет с июля но как бы что он в себя включает вот кстати тут очень много интересных моментов я с коллегами не 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 во-первых безвизов безвизовый режим включает себя культурные поездки туристические гостевые бизнес поездки 4 вида поездок которые вы имеете право то есть это с предоставлением тех же документов которые вы носили визовый центр вы просто привозите их на границу теперь и объясняете стража граничному польскому что я вот еду по бизнес на бизнес-конференцию или куда-то еще еще то есть нужно нет а больше меньше там же видите как выставили то есть что допустим франция допустим 50 евро в день финальный ну то есть чем дальше едете то есть где введен допустим евро валюта да то есть вот эта часть там получается как бы в евро вы должны и тогда уже то есть извините как у нас курс скачет то что касается работа не влияет почему потому что вы едете в любом случае даже если там вы хотите поработать три месяца то есть с целью получения зарплаты да вы все равно должны получать визу то есть тут он как бы вообще никак не влияет поэтому я надеюсь на то что визовый центр да он чуть освободится как бы с точки зрения там наплыва на туристические визы да но допустим больше будет возможности для тех кто допустим едет на работу потому что в среднем в год уезжает порядка миллиона украинцев в польшу польшу это официально сейчас но если будет безвестия надеюсь откроется но мы сейчас чехию разрабатываем словаки то есть близлежащие страны почему вот близлежащие потому что с ними проще работать ну даже в плане языкового барьера но я пришел к тебе там где-то формируется пакет документов да я здесь не просто какой момент есть ли человек специалист в области допустим ну я не говорю там за фармацетику потому что так скажем на медпредприятия без их образования языка в принципе не берут ну то есть там провизор или что-то еще да там представили за массажиста но это засаживать массажистом тебя допустим от меня попросят чтобы у тебя был коммуникативный уровень польского языка то есть это даже ну и вот как разница на то ну нет есть вот как английский интернете то есть это law intermediary идет получается более как близкий уровень коммуникативный то есть когда ты перерастаешь коммуникативный уровень вплоть до свободного то есть ну там есть еще один уровень . нет 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 дело даже не в этом ты и просто номина у нас очень много как бы не сертифицированы даже курса на которые ты можешь ходить по большому счету это даже может скачать он приложение на телефон лишь бы ты просто ну как бы да там мог действительно говорить то есть я допустим со своей стороны когда общаюсь я ручаюсь за человека что вот он действительно на коммуникативном уровне да там то есть владеет там допустим польским языком в крайнем случае то есть я могу тебя попросить составить либо сели на польском языке да то есть без переводчика потому что копирайтинг сразу как бы выявляются вот эти да есть нема там деньга вперед там или что еще то есть да то есть это все понятное дело как бы уплывает чтобы ты от себя допустим на как бы знаешь по тебе мотивирующаяся даже со стороны но элементарно да могут попросить сделать обычно даже со звуну то есть я потрачу там неважно там 20-30 или не залью на счет ты созваниваешься просто поляк тебе задает вопрос это ему по-польски то есть должен отвечать он тогда потом говорит что на руки так стандартно то есть то что касается обычных разнорабочих допустим сборщиков комплектовщиков то есть работодатель берет людей у кого изначально уже готова визе то есть ему согласовывать каждого человека то есть только раз специалисты в основном так согласовывать обычно то есть делается виза и в дальнейшем подбирается вакансии за счет чего это удобно но по-любому человек получается ему сделали рабочую визу или как там не надо то есть контракт подделать смотри для рабочего приготовить для получения рабочей визы нужно просто рабочее приглашение ну то есть у баря вот есть компания которая да там такая же рекрутинговая или что-то еще вот она допустим выдала бумажку высотой бумажкой да там с пакетом документов получили визу но в дальнейшем работодатель как бы вас грубо говоря перерегистрируют к себе то есть за счет чего ему это удобно потому что если идет выписывание напрямую на вас во первых вы пока дождетесь от польского работодателя пока она придет к вам это раз во вторых ему с налоговой точки зрения это неудобно это дороже обходится ему то есть все вот эти прямые выписывания до 23 есть два типа основных приглашения то есть либо напрямую действительно для специалиста да там допустим либо же для человека у которого уже есть виза то есть ему это обходится не помню там от 15 только до 35 злотых затрат в тот момент когда допустим полностью официальное прямое выписывание 100 стоит представьте ему надо набрать 20 или там 50 потратит грубаря 50 тысяч злотых на хрена ему это ну то есть поэтому изначально делается виза и потом из спектра всего подбираются вакансы я стараюсь я говорю то есть исходить конечно и желание клиента но то есть тут мы уже ведем более детальный разговор по поводу самой работы да то есть специфики работы с работодателем то есть что его ждет то есть все вот эти моменты я допустим не люблю работать но лично моё мнение вот прокторами был у меня плохое впечатление потому что люди там допустим во первых ну тоже как и везде принципе 10-12 часов стоит на но когда он фасуют вот эти все порошки как бы у него жжется слизистая я считаю что это худшее что ну как бы слизистые легкие то есть это худшее что может быть то есть это можно угробить себя за две недели то есть если автозавод или какой-нибудь литейный завод или же там не знаю рыбный даже завод пусть он как бы имеет специфику только запаха не влияющую на работу организма то допустим вот такие вот предприятия они уже влияют как вот как бы у меня вот здесь такое мнение допустим тоже почему и я выбираю даже больше автозавода потому что в первых даже нет комиссия которая там составляется да то есть это стандартное давление зрение общее состояние здоровья то есть человек и все то есть есть комиссия не по мнению то есть но это называется по пульски это называется как шкаление шкаление ну то есть бхп шкаление это идет типа медкомиссия техника безопасности то есть бхп как бы стандартно сейчас работодатель впихивать ну то есть соцпакет это его обязательство вот есть единственный момент разница в подписании контракта они подписывают умовы злой цене кто-то подписывает умовы в операции то есть объясню в чем разница если вы подписываете умовы злой цене то у вас просто или что человек такой-то такой-то нанят на период визы вот такой-то по такую-то и даже если то есть его час да там стоит грубо рядом девять с половиной или десять год и час и неважно то есть это как на дурмового окна или нет ну то есть сверхурочный час то есть вы можете выйти в субботу воскресенье вас будет читаться то есть одна и та же ставка я тоже в свое время когда ехал в сша надеяться мне тоже сказали обретаем они что в полтора раза выше оплачивается пару раз было умертами сказали мы вам платим также как и обычно сейчас все то есть но ты не можешь там сильно права покачать потому что как бы тебе это обернется к моменту могу браться это более полноценный расширенный контракт который объясняет что допустим каждое над нормовой воды на пределах будней дней там плюс 50 процентов ночная там плюс 20 выход субботу плюс 100 выход воскресенье плюс 200 или 300 процентов часу да то есть за неиспользованный выходной то есть бонус за полный отработанный месяц то есть который считается в рабочие дни там в скобках календарные то есть там премия в брутто указывает это 250 вот их группа то есть и вот такое то найдет есть разные системы работала допустим вали его работает по какой-то вот это четырехбригадово система я так допустим до сих пор так и не понял как она работает но сама специфика состоит в том что если бригада отработала нормально месяц как бы каждому еще начисляется какие-то дополнительные бонусы то есть но как бы есть и по минималка есть бонусы есть переработки то есть это все указывается в официально выписки то есть это как официально трудоустройство в принципе в среднем каждый работодатель предоставляет в дальнейшем то есть возможность либо воеводское превышение либо карта поводу бывают такие которые не шарят то есть как делать и то и это бывают ну что они полгода отработали и все то есть они набрали конвейер новых то есть не каждый работодатель идет на дальнейшее продление а я так понял ты часто употребляешь там все равно будет восемь часов восемь часов по сути они все равно стараются давать тебе восемь часов чтобы овертайм тебе не дикторально не совсем я имею ввиду что восемь часов это стандарт на первый месяц пристрелочный потому что тоже есть как бы ну не будем скрывать понятное дело есть норма выработки или что-то еще от этого тоже да то есть в таком формате есть ли ты справляешься с новой почему бы тебе не дать там допустим работа 10 или 12 часов день но для этого надо хотя бы чтобы ты просто адаптировался и привык к этому вот потому что есть люди я же говорю вот которые у меня уехали еще месяца не прошло нам не дали по 12 работать подождите вы хотя бы первую зарплату получить и покажите себя то есть то есть покажу как ты работаешь и тогда придет тебе счастье потому что по-другому кроме как показать начальству что ты не засыпаешь я вот с этими девочками тоже как бы спрашивают что не нравится вот вам дали по 8 часов из-за чего не могут объяснить звонишь шиштофу которые поляку скрывающим богдан или пусть только не засыпают после восьмого или десятого часа и то есть тут ну понимаете я прекрасно понимаю что никогда не клиент до конца не признается в каких-то своих минусах не работодатель может да там какие-то мелкие моменты укрыть но это то есть принципе решаемо с точки зрения того что я стараюсь клиента поддерживать первый месяц в любом случае чтобы он адаптироваться стандартно он потом уже идет как бы вольное оплавание он сам уже разбирается во всем потому что ему как бы нужно попасть туда мы помогаем с этим да то есть мы стараемся его социально адаптировать к среде поляки в принципе но он приезжала знакомую меня она привозила молодого человека своего он поляк кристиан сокращенно кризис и мы с ним как бы общались в принципе как бы но и он был здесь как бы на восточной части украины как бы западно им проще да то есть они как-то еще друг друга понимают это он впервые был на восточной но у него не вызвал никакого ни шока ничего то есть мы с ним спокойно точно также разговаривали то есть он говорит что мы даже вот многие некоторые поляки стараемся допустим если мы способны что-то сделать у себя в стране мы зарабатываем ну вот он объяснил так они живут сейчас скажу ополе ополе это ближе если не ошибаюсь до русской границы население 100 тысяч он живет получается у брата очень маленькая фирма самая обычная строительная на которой он и вот этот его укра ну то есть числятся они в этом ополе имеют себе объектов и их хватает так скажем каждому заработать ну то есть потягивать своих друзей по полторы тысячи долларов на человека учитывая то что допустим питание в польши и украине ну то есть она полностью равноценно вам не надо отсюда тащить тушенку речку потому что мы там допустим на грину дешевле здесь чем там как бы но в таком плане потому что вы я допустим на список супермаркетов зайдите то есть посмотрите сколько стоит ну то есть прокалькулируйте мне ну то есть я заставляю калькулировать читатель сколько с собой брать на первое время деми поменять эти деньги то есть нужно было выгодно так скажем купить злот и сейчас по харькову это не проблема не надо собой тащить доллары евро на там даже если отложен возьмите глины просто пойдите не мучайся ну то есть не заставляет себя что лишнего это один момент поэтому в любом случае то есть с работодателями да то есть всегда как бы есть коннект тут просто нужно я стараюсь сюда подходить больше с точки зрения как бы спокойного адекватного разговора даже если что-то не устраивает то есть потому что большинство я знаю вот пересекают границу и с людьми я не знаю что это происходит я не могу этого объяснить но это я и на себе чувствую потому что когда вы выезжаете за рубеж вы не знаете вы не чувствуете как объяснить во первых забывайте про вот эту политику вот это вот все то что происходит я допустим побыл полгода в латвии я даже полгода и не задумывался о чем-то еще да там с родителями созваниваешься по скайпу то есть они тебе что расскажут ты послушаешь их покиваешь и все ты потом это все равно из головы выкидываешь потому что тебе это не нужно ну то есть это не нужна информация ты идешь смотришь музей допустим для меня было открытием что оказывается в лиге есть музей водки ну то есть тупо чуваки бухали и собирали бутылки разные даже есть св на борезовых брунках которые в украине уже черти года не существуют но у них типа было из того они сделали из этого музей просто ты уже как бы смотришь на что-то другое то есть тебе что-то уже другое интересно тебе с другими людьми интереснее пообщаться мы так ватвии встретили то есть если кто помнит игрушку мы в этом фольклорный клуб аула в риге есть такой мы встретили короче сидели за одним столом просто чисто случайно три немца приехали разработчики электроник арт-гейпс просто у одного мальчишника он собрал друзей они прилетели вот они посидели попили просто латвичского пива там захотелось то есть принципе вы понимаете какой жизни можно жить и что вы за полугода заранее можете спланировать свой отпуск то есть какая-то стабильность но имею ввиду что если вы перебираетесь туда да то есть пока там допустим все молодые амбициозные да то есть вы перебрались вы хотя бы уже по-другому смотрите лоу-пост и все это то есть вы путешествуете вот у меня сейчас знакомая приехала она встречается с итальянцем то есть это же единственное чему я не могу привыкнуть вот это паста утром днем и вечером паста все мама смеется и что типа вместо супа говорит паста сегодня и сидит потому что у них паста это ну это святое это то на что нельзя позариться у итальянцев мы точно так же общались с тем же поляком он я спрошу вот крис какое твое любимое национальное блюдо барельки польское национальное блюдо то есть в принципе даже кухня толком не отличается воскресные там воскресные вечера у них они семьями собираются то есть разность но у них это как бы нормальная практика я не знаю но потом все равно существует культурный шок когда возвращаешься сюда конечно можно столкнуться с негативом но его довольно легко пережить но проще так скажем потому что народ на тебя проще как бы реагирует что ты как бы подошел что-то спросил или что-то еще у нас тяжело было у меня были разные истории то есть и от положительных и до отрицательных у меня была очень показательная история в 2002 году в англию ехал работать и на пароме тогда еще в англию отдельно нужно да 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 на явный союз и мы в наушниках ехали я в автобусе автобус в паром заехал нам говорят ну наверх поднимитесь и мы все документы в автобусе остались и смотрим что-то все двигают по парому с декларациями хватятся а я у друга спрашиваю что такое не знаю мы подходим а мне это уже не слышали документы надо было брать с собой трюм закрыть там сейчас типа обыск идет туда не попали уж не так а вы должны будете с документами попасть в англию а документов нет в автобусе и у нас другом в англию так подходим как турникетом выбираем там помоложе покрасивее история мой паспорт он бас а назад я с этой же англию лечу значит стою в аэропорту харьковском подхожу к женщине первое что услышу шоу любишься паспорт гонит так оно и есть я просто после сша тоже такой помню вот эта пересадка особенно в дюссельдорфе когда была когда мы сели в этот аму которого крылья так тряслись я уже тогда понимал что верните меня в самолет обратно который вылетал из нью-йорка мы прилетаем в киев встречает брат садимся в этот автобус тарахтим до киева и так в окно смотрю перед глазами еще так вспоминаю нью-йорк сколько всего потеряла шо я делаю тут и в голове йогурт именно просто вот йогурт от которого ты не можешь избавиться оделся же нормально то есть ну так уже летка шляпа какой-то этот шарфик получается приехали или не помню это там еще метро тогда не было не помню какую-то ну как был типа в днх окраина киева сразу так вот я сразу уже эти зыркие взгляды стар вас начинается то есть ты понимаешь куда ты попал почему допустим у меня друзья вот я допустим даже ездил с людьми которым уже постарше да там допустим за 45 и он сидит потом со своими друзьями общается летом пришел он говорит я их не понимаю я реально не понимаю что они сейчас от меня хотят чего они добиваются верни меня в чехию потому что мне там проще с чехом найти общий язык чем здесь то есть они сидят просто даже элементарно не могут как тоже друг друга поняты но это выборе как ступень ступенечка выше то есть где-то побыть что-то посмотреть как бы оценить ситуацию изнутри то есть и потом достоверно знать это как вот я помню меня бесил стереотип все американцы тупые жили но никто же до допустим из универа с курса я помню 100 человек полетел только я но и потом на следующий год мой товарищ но он там остался вот и никто же потом получается после того как я слетал уже при мне допустим никто не смел этого сказать потому что я мог тыкнуть пальцем и показать фотки то есть но нельзя вообще хотя бы глаза просто ты с ними попытался пообщаться на каком уровне они мыслят то есть что они стараются в жизнь произнести типа что наши помогут даже ну как бы просто элементарная глупостью отличается вот почему допустим и хочется даже хорошо что безвиз но допустим нужно еще немножечко показать все надеяться на то что допустим больше евросоюз кого-то ждет там в плане работы или вот допустим чего-то еще у них все добивается как бы полностью грубо говоря собственным трудом это если конечно ты там десятом поколении уже мафиози там закоренел и тогда как бы пожалуйста и до тебя 9 поколений заработала кучу денег тогда другие разговоры когда речь идет об обычном человеке то есть который перебрался из украины в польшу как бы ему приходится прикладывать очень много усилий чтобы нормально остаться то есть даже пример как бы друзей да они пережили там прятались но скорее всего от полиции от проверок да то есть чтобы заработать и остаться как бы и уже иметь нормальную достоверную жизнь это что ну как бы но я думаю они не жалеют об этом и считают что это того стоит но любая поездка этого стоит любая абсолютно выездка родится тем более если ты работаешь это опыт колоссальный